Что такое скрининг? Скрининг, грубо говоря, перебор. То есть у вас есть какие-то вещества, вы можете их... То есть я, например, работаю с антибиотиками, поэтому у меня есть, например, ряд веществ, мы их тестируем, будут они влиять на микроорганизмы или не будут влиять на микроорганизмы. Таким же образом, например, с помощью той же программы PASS, есть ли какие-то структуры, из которых набор, мы можем их внести в эту программу, посмотреть, и будут, предположительно, обладать у нас наши вещества этой активностью или нет. Или же прямо из этой программы, например, выбрать какие-то интересующие нас молекулы. Можно еще вопрос? Как-то кто ему влияет на допустимость исследований на определенной группе организмов, то насколько эта группа организмов нам близка? То есть у нас, грубо говоря, есть самые близкие нам это люди, потом есть какие-то человекообразные безвязи, потом есть какие-то гиблии, млекопитающие, и так дальше, дальше, дальше. У меня на данный момент есть, в принципе, ограничения по поводу использования человекообразных обезьяных экспериментов. Касательно остальных групп, то, в принципе, грубо говоря, все живые организмы, и считается, что все организмы, у которых имеют развитую нервную систему, служивают одинакового отношения к людям. то есть на стегратации. То есть на стеградации. Люди, пожалуйста! Естественно, Старый артезиолог Романтиадрон сказал, что на животных, в том числе, проводить дружно и можно играть, потому что сознания у них нет. Если даже будет очень-очень больно, то это физическая боль. А сознание никогда не дойдёт, потому что его нет. Они её не осознают, они её не запомнят, они с ними поделятся, они не проживутся. На что какое-то отражение современного понимания? Ну, современное понимание сводится к тому, что всё-таки считают, что животные способны испытывать не только боль, но и также их какое-то эмоциональное состояние может влиять на проведение экспериментов. То есть есть даже такой, может быть, кому-то покажется странным подход, но животные, когда, например, получаются из аварии для эксперимента, желательно, чтобы они какое-то время привыкли к экспериментатору, чтобы у них не было стресса, при том, когда он берёт его в руки. И, в принципе, были, ну, скажем так, из нашего опыта, из личного опыта, были варианты, когда шли, то есть, как бы говоря, животные сидели в одной комнате. Даже не то, что в одной комнате, то есть вот стоял стол, на котором последовательно забивались потихоньку мышки, и стояла рядом клетка. И вот я не знаю, с чем это было связано, можно это как-то привязать или нет, но каждая последующая мышка, то есть были, как бы, то есть, ну, то, что мы смотрели, у неё было хуже, чем у предыдущей. То есть был у неё стресс, не было стресса, я не могу сказать. То есть я с этим, я с этим, я работаю не с этим, ну, никаким. Пожалуйста. Как утилизируется потом результаты исследований? Касательно утилизирования животных, ну, то есть предполагается, что животные, то есть всё-таки биологический материал, который может потенциально быть там заразным, ещё как-то, то есть нести в себе патогены. Как это происходит у нас в институте? То есть у нас есть отдельный, скажем так, блок, назовем его холодильник, куда в течение определенного времени, то есть все дела, ну, как бы, отдают трупы своих использованных животных, после чего животные возятся, то есть и подвигают кремации. Базы постоянно пополняются, но на данный момент мы не можем полноценно заменить компьютер, то есть, как бы, данные компьютеров, эксперимент... Не, мы говорим, что повторились эти результаты, проверяются в институте? А, да, конечно, то есть я знаю такой момент, что если, например, может быть, не совсем животными, но, по-моему, по крайней мере, знаю, что когда в новосец вносится, по-моему, то ли последовательность белков, то ли ещё что-то, то должны повторить эту последовательность, например, 2 или 3 лабораторий. Кстати, на животных я не уверена насчёт целесообразности экспериментов, но, в принципе, есть достаточно строгие правила касательно проведения этих исследований, и если это, ну, грубо говоря, нормальные аккредитированные лаборатории, я не вижу смысла в том, чтобы, ну, грубо говоря, как повторять все эксперименты. И есть какие-то исследования, когда, ну, например, сейчас идёт спор, нужен ли такой, ну, как бы, такой тест, как LD50, то есть значение, показатель токсичности препарата. То есть сейчас немножко меняются подходы, если раньше там устанавливали до точной цифры с всеми этими расчётами, то сейчас просто считают, то есть для уменьшения количества животных, просто класс токсичности, к которым можно оно, например, относиться. Не знаю, ответила я на ваши вопросы или нет, Витя. Ничего, вопроса? Ну, я думаю, вам можно сказать даже спасибо за интересный вариант.